Вступление к оперативному совещанию В правительстве Республики Башкортостан На этой неделе было достаточно кратким И мало информативным Хабиров объявил о том, что Он назначает Азамата Янбердина в миру Аль-Мухаммедова Своим помощником Ну, собственно Здесь, конечно, ситуация забавная Азамат побегал до Москвы И обратно, понял, что В общем-то, не особенно Нуждается Первопрестольная В бывших руководителях Каналов Сяуфа И вернулся обратно в Башкирию Пару-тройку раз упомянул В хвалебном плане главу Республики и вуаля Он уже помощник главы региона Надо понимать, что Должность помощника Это такая, в общем-то, формальность Видимо, это какое-то промежуточное состояние Хотя Азамат Янбердин, он же Аль-Мухаммедов В этом состоянии может застрять надолго Не больно-то сейчас нужны В штате главы Какие-то медиа-менеджеры Не особенно жалуют Госпожа Прочаковская Своих конкурентов Так что, посмотрим Какую роль будет играть Этот помощник в жизни региона Вероятнее всего, конечно, никакую Также Хабиров продолжил Пестовать и дожимать Тему Башкирско-белородского братства В очередной раз напомнил Что в июне пройдет 10-й форум Россия-Белоруссия И пройдет он в Уфе Собственно, это примерно два дня За которые в огне танца И всевозможных банкетов-фуршетов Спалят пару сотен бюджетных миллионов рублей И, собственно, на этом все закончится Потому что с российско-белорусской Башкирско-белорусской дружбой Все уже давно и всем понятно Это последняя страна На которую мы сделаем ставку В плане братской дружбы и любви И продлится эта любовь и дружба Ровно до тех пор, пока мы будем ее регулярно оплачивать Далее Хабиров попросил Елену Анатольевну Объяснить, что же этих людей все-таки волнует Елена Анатольевна, вкратце, что людей волнует? Самое главное на данный момент Каждый раз на совещании Хабиров подбирает новую фразу Для вступления к докладу Прочаковской В этот раз это звучало примерно так Прочаковская на этот раз порадовала нас очередным перлом Снег тает, обнажается мусор Это выходит сейчас Еще пока в цифрах не выражается Ну, в общем, вот как-то так Прочаковская характеризует Чаяние башкирского народа Тут Хабиров сыграл сразу же в мгновенный пинг-понг с Мавлеевым Переадресовал это главное чаяние башкирского народа мэра Уфы И задал вопрос, сколько времени надо для очистки города Мавлеев мгновенно ответил, что город будет полностью очищен к 10 апреля Сколько времени нужно Уфе, чтобы весь старый снег там разворошили Грязь все смели и так далее И Уфа вошла уже в режим летнего состояния Уважаемый Радий Федорович, уважаемые коллеги Мы уже приступили к субботникам Еженедельно силами всех предприятий города будут организованы субботники Пятницу после обеда приступаем Соответственно, в течение до 10 апреля, я думаю, что мы все вот эту работу завершим Ну, собственно, отличный конкретный разговор 10 апреля все выходим с телефонами на улицу Фотографируем свои дворы, проезды, улицы, газоны и прочее И, ну, как говорится, смотрим, насколько вот эти скоропалительные и мгновенные ответы Мавлеева Окажутся реальными и насколько действительно им удастся вычистить город Который в этом году на этот раз действительно каким-то поразительным образом замусорен Действительно, сошедший снег обнажил просто какие-то горы и кучи мусора Которые попадаются там и сям Собственно, видимо, в правительстве и в аппарате главы Считают, что других проблем больше нет Только мусор, который всплыл после растаивания снега Ни цены на услуги ЖКХ, ни ветшающая медицина, ни совершенно безобразный транспорт Который у нас сложился в результате борьбы с Техасом Все это, видимо, не является какой-то существенной проблемой И больше даже не обсуждается на оперативных совещаниях И Елена Анатольевна перестала нам являть вот эти вот замечательные десятки проблем То есть у нее была первая десятка проблем, которые она выставляла каждый раз на всеобщее обозрение Последние месяцы эти проблемы выстроились в определенном порядке и никак не менялись Видимо, ей само это надоело И она решила теперь выявлять только одну самую большую проблему И теперь это мусор, который появился из-под снега Обозревая ситуацию в ЖКХ на дорогах ИЧС Первое слово было, конечно, дано Головановой Ире Александровне Она в этот раз и на этой оперативке еще неоднократно будет появляться в кадре Но для начала она рассказала нам, что ситуация в ЖКХ становится все лучшее и лучшее с каждым днем Всего одно отключение свыше 8 часов случилось у нее за минувшую неделю во всей республике И случилось это в городе Стеретамаке В Уфе было 14 отключений менее 8 часов Также Ирина Александровна обмолвилась о том, что в 2022 году она освоила 1 миллиард и 400 миллионов рублей на закупку коммунальной техники Всего она закупила 239 единиц Из них 132 единицы белорусских, отдельно уточнила госпожа Голованова И еще 73 единицы техники купили муниципалитеты самостоятельно на свои какие-то там средства В 2023 году план закупок несколько ниже, 228 единиц Зато сумма закупки несколько выше, уже полтора миллиарда рублей Что нам позволяет в среднем посчитать, что в 2023 году 6 миллионов 750 тысяч стоила средняя единица коммунальной техники Тогда как в 2022 году эта цифра была существенно ниже 5,95 миллиона рублей за единицу Рост цен на коммунальную технику по данным Головановой составил 13% Мы помним, что Владимир Путин рассказывает про инфляцию в 4% К чему Голованова стала говорить о закупке коммунальной техники, совершенно непонятно Потому что, ну, визуально количество коммунальной техники на улицах уменьшилось Мы не часто видим трактора и грейдеры В общем-то, ну, ощущение того, что техники не хватает Вполне себе вписывается в то, что на самом деле коммунальной техники только в Уфе Нужно столько, сколько всего есть сейчас во всей Башкирии Вот по нормативам, это не по ощущениям Так что нам еще ползти и ползти до нормального насыщения техникой городов, районов и столицы республики Так что Головановой тут, как говорится, рано чем-то хвастаться Хабиров вяло выслушал ее доклад про коммунальную технику И велел мобилизовать министерство ЖКХ Значит, министерство ЖКХ я прошу мобилизовать Значит, все на улице, как говорится, ваши контрольные усилия включайте С главами общайтесь, проводите После весны вот эту всю грязь моментально надо убрать Метелки в руки и на улице подметать Хватит, как говорится, осваивать технику В общем, ближайшая перспектива сотрудников Мин ЖКХ Это метла, лопаты и тачки с колесиками Вслед за Головановой выступил Колебанов Который нам наконец-то сообщил статистику ДТП в республике Пару недель этого не случалось За минувшую неделю случилось 47 ДТП В них пострадало 54 человека и пятеро погибли Общая статистика за текущий год 48 погибших Что на 7 человек меньше, чем в прошлом году Пока Колебанов держит марку И ему удается держать уровень погибших в ДТП в республике Ниже, чем за тот же период предыдущего года Будем наблюдать, насколько он сможет продержаться В этих рамках в течение всего года И вот дальше случился самый главный доклад Этой оперативки Доклад о подготовке к проведению ямочного ремонта Дорог в республике Башкортостан И нанесению разметки на дороге Главным докладчиком был Александр Владимирович Колебанов Министр транспорта и дорожного строительства Очень важно отметить, что Колебанов назвал ряд цифр И определенных параметров В которых мы точно сейчас будем разбираться Вот еще не начав карьеру министра транспорта и дорожного строительства Александр Владимирович уже навел тень на плетень Потому что в его арифметике царит абсолютный ад и бардак Цифры не сходятся И вот я сейчас вам подробно расскажу почему В самом начале своего доклада Александр Владимирович нам дал вводные цифры Всего дорог регионального и местного муниципального значения То есть дорог за исключением федеральных в республике 13597 километров Из них 9028 километров имеют асфальтобетонное покрытие Вот эти цифры нужно отметить про себя Они важны нам для дальнейшего анализа Клебанов пробежался вкратце по результатам ямочного ремонта прошлого года Так вот, в прошлом году было зафиксировано 88 612 ям Из них отремонтировано 84 572 И проигнорировано 4040 ям Процент ямочного ремонта по утверждению Клебанова в прошлом году составил 95,4% На самом деле я сравнил это с докладами прошлого года Эта цифра точно не сходится В прошлом году они давали существенно лучший результат Но что-то мне подсказывает, что Клебанов закладывает для себя Некий низкий старт, чтобы было с чем сравниваться Ну да ладно, посмотрим дальше Опять заговорили про переход через ноль Про то, что у нас ужасные климатические условия У нас то ноль, то плюс Ну помните, да, вот это вот переход через ноль Вот эту вот елаловскую байку Что вот у него разваливается асфальт Только потому, что переход через ноль случается При этом Клебанов сообщил, что уже зимой было выявлено 5000 ям И из них 2500 устранены Сейчас уже на данный момент запущены два асфальтобетонных завода Правда об этом Клебанов очень осторожно говорил Запущено не значит работает Он как-то так очень-очень обтекаемо на тему его запуска говорил И к началу апреля Клебанов уверяет нас, что все 27 заводов асфальтобетонных башкиров Тодора начнут работать То есть к началу апреля, это вот буквально в конце этой недели И дальше Александр Владимирович рассказал нам про свои грандиозные планы 2023 года К 30 апреля будут оцифрованы, то есть проверены, проэспектированы все региональные дороги И к 10 мая ремонт на них будет завершен Центральные улицы Уфы, отдельно выделил Александр Владимирович Будут оцифрованы до 30 апреля также И отремонтированы до, кстати говоря, тоже 30 апреля То есть это будет очень параллельный такой процесс То есть они их и отремонтируют, и оцифруют одновременно То есть вот в течение апреля уфимские дороги будут идеальными до конца апреля Дороги местного значения, то есть все прочие будут оцифрованы до 15 мая И отремонтированы до 15 июня Вот эти цифры мы запомним Это клятвенное обещание господина Колебанова Примечательно, что Центральные улицы Уфы Теперь уже вошли в некую отдельную категорию дорог Хотя формально это не так Ну, очень уж хочется сильно угодить начальству Сделать приятное Может быть нужно в отдельную какую-нибудь отдельно опекаемую категорию дорог Вынести, например, дорогу Уфа-аэропорт По которой каждый день из дома туда и сюда ездит дорогой Ради Фаритович Может быть эту дорогу вообще сделать какой-то отдельной категорией Может быть ее нужно не только поливать и чистить Но и каждое утро начищать каким-нибудь обувным кремом, чтобы дорога казалась чернее Не знаю, но вот эта вот трогательная забота министра транспорта и дорожного строительства О комфорте начальства, конечно, слезу вышибает Дальше заговорили о разметке Помнится, в прошлом году разметку так и не сделали Везде, где обещали и где должны были сделать Я думаю, что прокуратуре стоит посмотреть, списаны ли деньги за ту разметку, которую не сделали в прошлом году Либо сейчас уже невозможно будет никого поймать за руку Но вот в этом году по разметке следующее обязательство Клебанов оглашает 11% разметки в республике будет сделано при помощи термопластика Это немного И термопластиком нанесут разметку на 1574 километрах Краской нанесут разметку на 12220 километрах дорог То есть, итого, если сложить эти две цифры 1574 и 12220 километров Мы получаем 13794 километра дорог, которые разметят Клебанов Вы простите У меня вопрос Откуда взялись вот эти 197 лишних километров Которые собираются размечать Клебанов То есть, их не существует, согласно его докладу Но он их разметит, соответственно, и осметит А еще Он забыл о том, что в числе вот этого всего количества дорог Есть довольно большое количество дорог без асфальта Но он их тоже включил в эту цифру Ну или это тоже какая-то фейковая история То есть, ну 4766 километров дорог Которые не имеют асфальтобетонного покрытия Их тоже будет размечать краской и термопластиком Господин Клебанов Вот здесь вот вообще Вот, ну ничто ни с чем не бьется в его цифрах То есть, вот в начале доклада он оглашает вводные данные И начинает потом ими жонглировать В общем, это, конечно, какая-то фигня полнейшая По срокам термопластик Клебанов обещает нанести до 30 июля То есть, больше половины лета уже пройдет краску В виде разметки Клебанов обещает нанести до 30 июня Начнут наносить разметку на дороге 10 мая Ну, в общем, Хабиров, по-моему, что-то начинает подозревать По-моему, что-то он начинает чувствовать в работе Клебанова Потому что, выслушав этот доклад, он заявил буквально следующее Пока не очень рад, скажем я так, вашей работе Ну, я еще раз повторю, возможно, он начал что-то понимать Понимать, какую цифровую бильберду несет ему этот министр С самого начала своей работы И, суть по всему, что потом и Хабирова, и всю команду Ожидают опять вот эти разборы полетов с Башкиров-Тодором С нанесенной или ненанесенной разметкой С похищенными деньгами и там исписанными средствами При этом отмечу отдельно, что Клебанов в своем докладе Не дал ни одной цифры, касающейся стоимости работы То есть, сколько стоит все вот это великолепие, которое он нам обещает Мы пока про себя отмечаем, что оглашены сроки и объемы работ Стоимости мы не знаем, ну, как говорится, вскрытие или следствие покажет Узнаем, в какие же суммы обходится нам все это безобразие Далее, в рамках того же доклада дали слово Головановой Которая должна была объяснить нам, как будут обстоять дела С ремонтом дворовых территорий и междворовых проездов Но, как говорится, слово дали, но выступить не позволили Как только Голованова открыла рот, Хабиров все-таки взорвался То есть, видимо, в нем вот как-то вот тлело вот это то, что он чувствовал по поводу доклада Клебанова И взорвался, Хабиров здесь не нашут На сегодняшний день, в принципе... Почему я не рад вашей работе? Значит, я долбил вас всю прошлую неделю Вас лично, вашего, значит, замечательного зампремьер-министра Морзаева Ну, понятно, сегодня ругать его не будем А там в Москве важный вопрос у нас сегодня решается по южному обходу У вас один аргумент был Значит, один аргумент Асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно И как бы вот у вас главный был аргумент, почему вы массово не выходите на это А что, вот даже я вижу машину, мэтт-патчер, вы как говорите Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит, значит, для ямочного ремонта и делает Вы мне вдвоем встали такую защиту Вы что, думаете, я прощу, что ли это? Я сегодня разнесу вас, понятно? Готовьтесь Значит, мне Елена Анатольевна, она скромничает сегодня Что, думаете, я не докладываю, что ли? Готовьтесь сегодня, получите его по полной программе Что вы там ставили? Асфальтовый завод Я говорю, я Морзаеву говорю, значит, включайте, к чертовой матери, ваш асфальтовый завод Нет, мы не можем, это нелогично и так далее А где же вы тогда смотрели? Почему другую технику не посмотрели? Которая масса должна выйти, значит, и делать это Елена Александровна, пожалуйста Уф, ну, я бы на месте госпожи Головановой провалился сквозь землю После такой отповеди, но чувствуется, что в Хабирове накопилось Собственно, в чем здесь конфликтность ситуации? Какое-то время Хабиров понуждал дорожников Башкортостана Начать ямочный ремонт до того, как установится положительная температура Морзаев и прочие специалисты в этой области Я в данном случае не знаю, брать ли слово «специалисты» в кавычки Потому что, ну, по профессии Морзаев точно не дорожник Так вот, они всячески убеждали Хабирова, что делать этого нельзя Из технологических соображений, то есть, ну, нельзя в мороз, там, в снег, в дождь Укладывать асфальт и делать ямочный ремонт Более того, нельзя было запускать асфальтобетонные заводы По крайней мере, те, которые у нас есть в наличии А Хабиров, ну, он грезил тем, что можно эти вещи делать круглогодично Отчасти он тоже прав в том смысле, что есть определенные технологии И составы асфальтов, которые укладываются и зимой, и летом Но вся собака здесь зарыта в том, что в Башкирии этих технологий нет Их сюда не привезли Вот на это и сетует Хабиров Он говорит, что почему вы там не съездили на какую-нибудь выставку И что-нибудь там не купили, и что-нибудь тут не запустили Ради Фаридович, конечно, живет в мире грез и фантазий Он не понимает, что мы здесь не в Австрии живем Что вот эти чудесные и очень дорогостоящие технологии Так до сих пор до нашего несчастного Башкортостана И не доползли ни из Европы, ни из Африки, ни из Северной Америки И у нас действительно этих технологий нет То есть здесь какая-то немножко тупиковая ситуация В том смысле, что и та, и другая сторона права Хабиров прав, что да, существуют подобные технологии А Марзаев и его команда правы в том, что этих технологий у нас нет Просто, видимо, они стесняются сказать Дорогому Ради Фаридовичу, что мы вовсе не передовой регион Что мы не впереди планеты всей И не обладаем всей полнотой вот этих технологий Ну, в общем, вот вам и конфликт То есть Хабиров хотел, ну, чтобы все это началось пораньше Чуть ли не в Новый год, а начнется оно только тогда, когда потеплеет Ну, будем ждать, насколько Хабиров разнесет или не разнесет свою команду Я понимаю, что все это болтовня и пустые слова Но пошумят и разойдутся, потому что, честно говоря, менять-то не на кого Даже Голованову не на кого менять, потому что какой бы промежуточной фигурой она ни была Ну, других у нас для вас нету В общем, вернемся к Головановой Выслушав вот эту страшную отповедь, которую выдал Хабиров Головановой Она устояла и жалобно сообщила в своем докладе, который ей дозволили продолжить Что ей уже на данный момент удалось выявить аж 401 дефект в дворах многоквартирных домов Но снег ей сильно мешает Ну, тут тоже хочется развести руками и сказать Знаете, Ирина Александровна, у нас 15 тысяч многоквартирных домов в Башкирии Ну и, соответственно, дворов Ну, и вы в этих дворах нашли только 400 дефектов? Ну, давайте выйдем все во двор с фотоаппаратами, телефонами Сфотографируем асфальтобетонное покрытие в наших дворах Отошлем Ирине Александровне, может быть, у нее даже почта есть Ну, как говорится, вернем ее в реальный мир Потому что на всю Башкирию 400 дефектов во дворах Я вас умоляю Ну, в общем, Голованова, в конце концов, поклялась, что к 15 июня Ликвидируют все существующие дефекты во всех дворах в Республике Башкортостан Тоже запоминаем эту цифру У нас вообще 15 июня, это такой будет сакральный день То есть у нас будут абсолютно идеальные дороги в Республике и в столице, в Уфе У нас будут абсолютно идеальные дворы и междворовые проезды То есть вот ждем просто 15 июня Выходим все на улицу с шариками, ракетницами в нарядной одежде И радуемся наступлению новой жизни Но, блин, что-то мне подсказывает, что 15 июня этого года это не случится В завершении оперативного совещания рассмотрели еще один довольно-таки важный вопрос О подготовке к весеннему паводку 2023 года Вначале заслушали сводку климатической ситуации от Башгидромета И сделала эту сводку Вилория Горохольская, руководитель Она сообщила нам, что осеннее увлажнение почв на 200% ниже нормы Что, кстати, очень тревожно Вот это вот осеннее увлажнение почвы, оно очень влияет на грядущий урожай И в 2023 году с урожаем будут по этому поводу большие проблемы Толщина льда на реках в республике Башкортостан на 10-30 сантиметров ниже нормы в этом году Запасы воды в снежных покровах ниже нормы на 20-30% Ну, что тоже очень плохо для сельского хозяйства в целом Вскрытие рек в этом году случится на 7-10 дней раньше обычного Паводок в среднем будет ниже нормы на 100 миллиметров И объем половодия будет ниже нормы на 20-40% Собственно, доклад Вилории Горохольской, помимо того, что у нас достаточно такое Ну, мажорное настроение должно быть в плане предчувствия Паводка этот доклад нам окончательно подтвердил, что зима 2022-2023 годов Была малоснежной И все разговоры господина Мавлеева, в частности, о необычайной снежности этой зимы О каких-то там волшебных 38 сантиметрах и прочее, прочее, прочее Ничто иное, как обычное наглое вранье Вранье беспомощного бездельника, который предпочитает кататься на велике, а не заниматься проблемами города То есть вот здесь Вилория Горохольская не по интуиции, не по ощущениям нашим дала данные А с научной точки зрения Башгидромет сообщил нам, что, в принципе, в Уфе и в Башкортостане Снега было, ну, примерно на 20-40% меньше, чем в среднем, по норме Понимаете, да? То есть все вот эти разговоры нашей уфимской мэрии Вот этот весь снежный коллапс, это абсолютно рукотворное явление Если кто-то это еще не понял, ну, продолжайте дальше пребывать в иллюзии того, что вот этот юноша когда-нибудь научится управлять городом А если это не так, то все-таки я вас призываю подписать ту петицию, которую мы продолжаем размещать и подписывать в интернете Петиция на Change.org за отставку Ратмира Мавлиева и за прекращение вот этого эксперимента над жителями города Уфы Но вернемся к поводку Хабиров выслушал Горохольскую и, как бы так, ну, достаточно спокойно резюмировал ее доклад То есть, в принципе, вот ваш прогноз там заставляет нас быть на чеку, но не паниковать, так? Значит, единственное, вот, Андрей Геннадьевич, вот, Ирик Карваревич, он очень много работает, ну, правда, он много делает Но у него замечательное качество именно с половодью уходить в отпуск Я думаю, это неправильно Ну, действительно, очень неправильно Курирующему всякие чрезвычайные ситуации вице-премьеру именно во время поводка уходить в отпуск Я, кстати говоря, задумался, о чем он так вот весной, вернее, ранее уходит в отпуск Может, он рыбак, охотник, ну, в общем, вот, из года в год Также Хабиров неправильным считает, что 24% муниципалитетов в Башкортостане в этом году Не потрудились переработать и представить в правительство обновленные планы противопаводковых мероприятий Судя по всему, вот эта вот малоснежность зимы вселила определенную беспечность муниципалитета И они считают, что, как говорится, пронесет Ну, хотелось бы верить, что пронесет С другой стороны, лучше, конечно, подходить к таким вещам научно И вот эти вот планы мероприятий все-таки подготовить Завершил оперативное совещание Ради Фаридович весьма неожиданным образом Ни с того ни с сего он вдруг потребовал от экономического блока правительства Срочно и существенно либерализовать инвестиционное законодательство Республики Башкортостан И упростить, существенно упростить процедуры выделения земель для бизнеса Я прошу, Андрей Иванович, правительство начать готовить предложение По существенной, подчеркиваю, существенное слово И доклад не итоговый согласованный с администрацией должен быть Существенной либерализацией нашего инвестиционного законодательства Особенно в части финансовых мер, которые мы им там И выделение земли Земля это основа У нас, я вновь повторю, Дмитрий Михайлович, сколько земли у нас вне делового оборота Около 60% 60% нашей земли находится вне делового оборота Сидеть вот так вот, как куркули на этой земле И бояться Да, наверное, мы когда либерализуем, кто-то нас, наверное, обманет Вот такое Но в массе своей мы должны создать быстрые условия Без отягачающих нам требований Тут я прям как-то немножко опешил Думаю, это что за революционное заявление В том числе Хабиров заявил, что, цитирую Что-то происходит в этой сфере, не соответствует положению дел У нас намечается угасание Необходимо сократить бюрократические проволочки 60% земель в республике Башкортостан находится вне делового оборота Конец цитаты Ну, то есть, вот, как бы, открыл Америку ради фариты Что у нас 60% земель вне делового оборота находятся Простаивают земли у нас на самом деле Неизвестно, что случилось с Хабировым То ли Хабирову приснились его давние знакомцы Алексеева и Немцов То ли Мурзагулов обернулся мухой, прилетел и укусил ядовито главу РБ Ну, на все вот эти грандиозные реформы Хабиров отвел экономическому блоку всего лишь две недели Через две недели мы, видимо, заживем абсолютно в иной реальности Когда все будет либеральненькое Совершенно не бюрократически и так далее, и так далее Всем будут выделять землю, бизнес будет радоваться и водить хороводы Ну, поживем-увидим Хотя, на самом деле, я могу предположить, что вот подобные заявления Ну, сделанные достаточно истеричной форме Они, так прямо скажем, очень резко и внезапно Подобные заявления могут случиться только тогда, когда человека накрыло каким-то осознанием В данном случае его накрыло осознанием того, что все экономические процессы, которые так или иначе происходят в Башкортостане Они мало похожи на бурное развитие И действительно, судя по всему, грядет некое угасание Угасание это и по показателям, которые священны для чиновников Тут уже ничего не скроешь, не подтасуешь, не подсунешь Фестивалями, танцами, плясками и турпоездками за границу экономику не поднять А реальных каких-то процессов не существует Без конца тасуемые успехи, которые, ну, вот, все время повторяются из раза в раз Ну, придорожный бизнес, ну, придорожный бизнес Ну, блин, открыли шашлычную, и что теперь? Как будто бы открыли какой-то гигантский, крупнейший в мире комбинат И теперь, значит, радуемся вокруг этой шашлычной, чего-то там приплясываем Хабиров, безусловно, прав В том смысле, что бюрократические препоны не позволяют бизнесу развиваться даже тогда, когда он пытается это делать А в стране, в которой находится в глубочайшем экономическом кризисе И конца края этому кризису не видно Наличие бюрократических препон и всевозможных экономических препятствий Которые чинит само же государство Естественно, ведет к тому, что бизнес не просто не развивается, а он закрывается У нас, на самом деле, отрицательная сальда по части количества юридических лиц Которые существуют в Башкирии По количеству работников, по количеству людей, работающих в реальном секторе экономики У нас идет минус. Видимо, это начало доходить до Хабирова Посмотрим, насколько он вообще в силах на это все влиять Через две недели узнаем, какие чудесные меры разработал экономический блок нашего правительства Прямо скажем, задача перед ним стоит почти невыполнимая Исходя из того, что потребовал сделать Хабиров здесь и сейчас Нам остается наблюдать, смотреть и, собственно, существовать внутри вот этой данности Которую, к сожалению, нам без нашего спроса формирует Хабиров и его команда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok